Всем привет, с вами Майлз33 и это очередной инбокс. Сегодня я покажу вам свою недавнюю покупку, которую я мечтал уже года два. И это PlayStation Vita. Я подумал, что пару дней поработать ради этой консоли можно. Поработал, нашел на авито объявление и купил. К сожалению, досталось без оригинальной упаковки синенькой, но и так тоже неплохо. В комплекте у нас PlayStation Vita Slim. Она в отличном качестве, единственное тут маленький скольчик, но он никак не влияет на работоспособность. Ее посмотрим чуть позже. Также у нас в комплекте идут карты виртуальной реальности. Которые раскладываешь на столе или на полу, где он удобно. И с помощью вот этой камеры она их распознает. И можно играть в различные игрушки, я знаю, там кликдайвинг и многое других. Там Invisimals, но там уже другие карточки поддерживаются. Вот такая интересная штука появилась. Примерно такая вещь PlayStation Portable. Там был Invisimals, был iPad. И он распознал различные карточки с видеокамеры, которая продавалась отдельно. Также у нас в комплекте идет код на загрузку 10 игр, таких так. Fisher's Ace, Дурдом в кармане, Total Big Planet, Motorstorm, VPAW 2048, Жирафы, Calibrium, Ratchet & Clank и еще несколько других. Так, чеки это не мои. Такая брошюрка, подсоединяйтесь к PSN. Ну, третья EVita у меня есть, поэтому осталось только PlayStation 4. Так что Sony S с вами. Также мануал, такой же как и второй, третий, четвертый и PlayStation Portable. В такой же форме, по такой же структуре. Тут у нас бумажка Welcome to World PlayStation. Отказывает вкратце, как пользоваться PS Vita. Это на английском бумажке, есть такая же на русском бумажке. Полностью одинаковая. Ладно, убираем макулатуру. Также вместе с PS Vita шел диск Mortal Kombat. Но я его продал сразу же, потому что у меня есть на третий PlayStation. И на Vita он мне как-то не интересен. И сразу купил Uncharted Золотая Бездна. Эта великолепная игра уже почти прошел. Не перестает она мне удивлять, что уровень графики на PlayStation 3 собран вот такой маленькой консоль. Если сравнить с играми для PlayStation Portable, то заветная разница. Тут картридж так называемый, а здесь диск UND. Вот, отойдем к этой теме. Также можно сравнить PS Vita с моей PSP. Эта разница заметна. Больше экран, больше консоль. Тоньше, лучше. Ну, в принципе, тут сравнения такие. Никакие, ну, просто чтобы посмотреть разницу. Старое и новое поколение. Добавили, наконец-то, джойстики. Второй. И стало все лучше. Давайте включим. Что у нас здесь есть? Сенсорный экран, два стика, основные клавиши, Start Select, Home и динамики, которые немного изменили форму. Также есть передняя камера, задняя камера, сзади тачпад, который используется не во всех играх, но многих. Также есть встроенный акселерометр. В основном на PS Vita все ориентировано на работу с сенсорным экраном. То есть, в главном меню легче всего управлять именно пальцами, нежели стиками. Пока тут все доберется, это уже пройдет много времени. Есть куча встроенных программ. Примерно таких, как на телефоне. Там всякие календари, тусовки, музыки, фотографии. Ну, как и на PS Vita, в принципе. PS Store. Настройки ничем не примечательны. Игры. Довольно хорошо идут. Не тормозят, как многие говорят. Что PS Vita не может. И графика на уровне, ну, чуть ниже PlayStation 3. Но для портативной консоли это очень даже хорошо. Если вставить картридж, то он сразу распознается. Uncharted. И можно запускать. Ну, а на этом у меня все. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Добавляемся в друзья. В PSN. Мой ник. DonMails33. Можно поиграть в Uncharted. Карточный. Killzone. Ну, и еще некоторые игры я вскоре куплю. В PSN. Можно будет играть в Call of Duty. Также Sankill. Очень рекомендую. Отличная игра. Ну, что ж. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.